Есть в нашей недельных главах, мы сейчас считаем, две главы. Баяк Гэль и Пикуды. Это завершение строительства Пеносного храма. Это освящение его. То, как Шишкина осеняет наш народ первого Несана, на второй год при выходе из Египта. Есть в этой главе еще такое интересное предисловие. Мушабейну собирает весь народ Израиля. И говорит, что вот эти слова, которые он сказал, Всевышний сказал ему сказать им. Идет он два стиха, касается Шаббата. Шаббата. Шесть дней будет сделана млаха, работа, а сегодня нет. Дальше есть такое добавление. Не разжигайте огонь у всех своих местах жительства в Шаббат. Ну, это запрет разжигать огонь. Он, попросту говоря, лишний. Лишний. Почему он лишний? Потому что все в лохот, все запрещенные работы в Шаббатном. Мы учим из того, что делали Мешкане. И сам безусловно разжигали огонь. И поэтому наши мудрецы в Талмуде приводятся в дискуссии между нашими мудрецами Мешны. И с точки зрения, что этот пестик пришелся здесь, чтобы облегчить запрет разжигания огня. Это не запрет, нарушающий подлежит смертной казни, а только на 39 палочных ударов. И другая точка зрения, что это место нам объясняет же за каждую отдельную авблаха, то есть за каждую отдельную, по-русски уже не знаю, авблаха, то есть основополагающую работу, которая была в храме, это, куда полагается отдельная поминная жертва. Однако тут я нашел у наших комментаторов и другое объяснение. И это другому не противоречит. Есть у нас эхать шаббат, такое место, которое будет задуматься об этом. Там сказано, что если в каком-то месте происходят пожары, надо проверить, а то, что там с нарушением шаббата. Нарушение шаббата – это причина пожаров. Это проводит здесь Рубейну Хидо, другие комментаторы говорят об этом. То есть, попросту говоря, я уже об этом здесь тоже говорил, об этом в предыдущие годы. Немножко добавлю что-то. Что вообще в Торе эш-огонь, это через огонь раскрывается мера суда. Мера суда, мера суда, она разжигает, разжигает. В одном из вещей говорит, не разжигайте огонь во всех своих местах жительствах, в шаббат, как разжигает огонь нарушением шаббата. То есть, нарушение шаббата – это то, что разжигает огонь сурового суда. Я приведу вам величайший мудрец Торе в Святой Земле после катастрофы Абриканский-Абрамский. Он говорил, что он не знает, можно ли жить в Айразе Сраэля. Почему? В общем, вопрос. И так как есть в Айразе Сраэля нарушение шаббата, публичное, это опасно, опасно для жизни. Он не уехал отсюда. Это просто, он хотел спросить своего учительа, что Рабхаян близко, он Рабхаян близко, он умер за десятки лет до этого. Он легально, он не уехал. Но то, что сказать, очень важная вещь, вещь вы нам понимаете. Когда мы видим в мире, тем более Святой Земле, огонь, может быть, она на Украине, которая тяжко ударила по еврейским общинам, очень тяжко. В лучшем случае делается изгнание. Это касается и Святой Земли, когда горит огонь в той или иной форме, то это все над нас должно пробудить. Хажба напишет, что что-то перед собой, а как у нас с соблюдением шаббата. Я сейчас не говорю именно о тех, кто... В дом прошел пожар. Мне нет, имею в виду. Хотя в свое время, это было довольно давно, ну, не очень, наверное, 7-8 тому назад, был очень тяжелый пожар в Хайфе. Сотни дымов сгорело в Хайфе. Сотни дымов. И говорили об этом, так сказать, не очень скрывая это. Хайфа в свое время был единственный город, где бы официально работали автобусы в шаббат. Созывался Красным городом, назывался. Красный тоже, это свет, соответствующий мере, суда. Я слышал то же самое, что Равен Штеймин, именно Равен Штеймин, что тоже он сказал, что Хайф — это место официального нарушения шаббата. Однако это... Это нас не так касается. Еще кастутся вещи, и вещи нас больше касаются. Это было еще до Пурима, и как-то я к своему стыду меньше на этот, слабо на этот реагировал, прошел страшный пожар в одной из центральнейших синагог в центре Иерусалима. Там сгорели несколько... Нектора, где, я помню, сотни тфелин сгорело, то есть был тяжейший пожар. То есть община, где прошло, все это произошло, они не постились, то есть там было неправо, то есть это... У них есть собственный хэшбонепиш в этой общине. Но я думаю, что вопрос не в них лично, касается всех нас. Потому что... Эрисусалима синагога, когда я молилась, то есть там это вот такой щипль, где все молились, это не было, именно сейчас на синагогах, общины, известные, наверное, в центре, на границе между Гюлой, в Мейшарим, известная, известная, и я вам скажу одну вещь, и об этом говорил, еще таран, не по-русски, но иврите, во время очень тяжелого пожара, который был в Родистрое несколько лет тому назад, когда горела гора Карамель, леса. Там сгорел автобус с людьми, куда-то... Я подозрелся сказать вещь, которая, может, кому-то не понравилась. Тогда, я думаю, что надо говорить самим себе, я говорю, сам себе нет, не для других, так как в море говорится, что причиной пожара является осквение шаббата, нам надо сделать каждому из нас отдельно хэшбонэпиш, а как у нас соблюдением шаббата. Учим мы на ход шаббат, исполняем мы его, возьмем, чтобы другие мы тоже учили, это все, понимаете, еврейская рода это единое целое, единое целое. И поэтому, знаете, одно из самых тяжких грехов, как говорили, там, моя хата с краю. Мы все единый народ. Если нас не волнует, что происходит с нашим народом, это само по себе, это очень тяжело. Так вот, вопрос такой, если мы видим такой пожар, этот пожар нас должен был задеть гораздо больше, чем нас заделал. Я знаю, в одной очень серьезной ишиве, Машгех, об этом говорил несколько сихот по этому пожару, потому что здесь очень просто, представьте себе царский дворец, в одной из важнейших комнат царского дворца развился пожар. Так вот, это будет говорить все царство. Я не могу так сказать незаметно, какая-то еще строчка в новостях. А как-то мимо нас это прошло. Это проблема. То есть, это место, как раз, горят книги Тора, горит синагога. даже там невеста про миноватых, где это не было какой-то диверсии, это не знаю, причин, но не важно. Это должно было нас задеть и побудить в размышлении, знаете, это буквально то, что говорится. Это милис-адын, мера суда, которая поразила синагоги, книгу Тора и так далее. Есть по этому поводу некоторые слова утешения, утешения. То есть, это не причина было не сделать, не горевать об этом, не было причины все-таки не подумать об этом, и наша вина есть в этом. Однако, кроме людей, есть еще одна вещь. Мы читали на последний шаббат на начало главы «Хукас», главу «Красной корове». Называется Порошат Поро. Смысл этой главы пишет «Миштебрура», чтобы у нас пробудилось желание, чтобы достойно «Все вылив и изольет наш народ чистые воды очищения». Однако, у «Красной коровы» есть некоторый более и некоторый смысл более глубокий. Об этом пишет Рамхаль Абонши Хаблуцатов в одной из своих книг, что глубокий смысл сжигания «Красной коровы» как будто Миштебрура отдает себя на сожжение ради спасения еврейского народа. Я цитирую близко к тексту. И когда нет «Красной коровы» это проявляется в сжигании святых книг. Знаете, он Абхаль жил в Италии. Там царствовала католическая церковь. Это было известно с сжиганием святых книг в разные периоды. Но мы хорошо знаем, что и коммунисты в России и конечно и нацисты они не сжигали святые книги очень. Я с одного его последственного родственника из города Балты в Одесской области получил свидетельство как перед Второй мировой войной пришли коммунисты в Балту собрали всех евреев собрали святые книги которые были в синагоге и все сожгли. Он был мальчиком это видел просто это я это не так сказать и пишет об этом Рамхал важная вещь это сжигание святых книг это искупление для нашего народа. Мы должны поэтому загоревать мы должны поэтому нам должно болеть если не болит то у нас недостаток еврейского сердца и понимать что это наши грехи к этому привели это действительно сквернение святых книг сквернение святых книг страшнейшее сквернение но это большого счета это искупление для нашего народа это есть намек намек страшный намек есть глава 79 в тыле безмол ла сав болгой ленахалосехо это глава который говорит о разрушении храма первого пришли народы в твое наследие и об этом месте наши мудрецы сделали такое очень интересное замечание все называется мизмор мизмор это гимн хвалебный гимн то что всевышний разрушен храм нам нужен хвалебный гимн все странное место мизмор лаосаф это такое вещь что тут было место для гимна почему потому что всевышний как бы свел свою меру сюда на храм и хотя и много погибло но в целом еврейская рода стала существовать то есть как сказано там в этом митраше шафах эт хамосу ал энцим вавоним он излил свой гнев на дерево и на камне поэтому называется мизмор я вам скажу это конечно тема которая требуется широкого обсуждения я уже давно хотел поговорить но сейчас пришлось к слову последний теракт в рамоте когда погибло двое детей которые учили тору страшная вещь страшная вещь и это боль которая затеяла весь еврейский народ это не то что сказать словно это было тоже величайшее искупление нашего народа однако есть еще одна вещь которую надо хорошо понимать наши бодротицы сказали вещь когда надо разобраться понять и чтобы стать частью нас самих а не просто какое-то цитирование какого-то текста сказали следующая вещь что более тяжел тот кто человек приводит к греху чем тот кто его убивает почему тот человек убивает он не решает у мира грядущего тот человек приводит к греху когда мы говорим о сжигании книг тор когда мы говорим о смерти детей есть у нас есть ситуация когда сжигают еврейские души постоянно мой старый друг много лет глава Ишима клят Малахи человек которым очень много сделал на повреждении людей кто очень много сделал мы были дружны много лет назад близко связаны через вместе немножко его делом замечанием что слишком много он занимает всякими делами надо больше учиться он очень четко ответил по этому поводу я не могу убедить когда едут поезда в Освенцим надо чувствовать это не вопрос и это касается в частности воспитания детей эти были страшные вещи это вещь которая реально погубила американское еврейство кроме единиц которое оно не погубило евреи приехали в Америку в Восточную Европу и были голодными бедными буквально там были буквально голодными голодными тем самым словом однако ехали называлась страна неграничных возможностей но это было также стране неграничного уничтожения еврейства без насилия просто ты работаешь не хочешь в субботу получаешь уволение после этого сразу были миньяны в шаббат которые очень рано чтобы после них люди могли выйти на работу очень немногие выставили в этом испытании вот было страшнейшее явление когда не думая о самом важном не думая о воспитании детей беженцы из Восточной Европы белые беженцы от голода буквально они не думали куда они посылают учиться детей посылали в так называемые public schools неважно белые черные протариканцы все неважно все то же самое это не белые только еще хуже протариканцы негры привлекали белые это и это было буквально мать в Америку приехала миллионы ортодоксальных евреев а что от них осталось что от них осталось почему потому что не понимали что что важное что менее важное то же самое происходит и сегодня у меня есть контакт уже много лет с евреями в Германии сидят в Германии сидят в других местах у них там есть бизнесмены все обеспечено а не обеспечено социалка которая кормит а что верующие соблюдающие даже не соблюдающие а те кто не соблюдает не верят о них невозможно говорить не можно так молиться нет тут нет вопрос можно приближать их а те кто это соблюдают сидят евреи в городах без меня без еврейской школы без еврейской жизни зато у них красивый дом красивый дом семьи которые даже попадают в настоящие еврейские общины где есть еврейские хорошие учебные заведения есть вещь более важная в их глазах это общее образование общее образование я вам скажу у меня было такое одно соображение на пулем и наш народ было выдано тяжелейшее обвинение что получил удовольствие от трапезы хашвироша тогда это все было кошерно там все было самое лучшее все было гладко это было празднование использование храма утварь то есть реально хашвирош он по своим расчетам понял что уже нет шанса евреи выжили из изглания поэтому он строил пир и понимаете когда храм утварь пользуется для пир хашвироша там не место евреев у которых есть немножко сердце и душа это по ним одна вещь всевышний дал нам разум дал нам голову это то есть цеха на святом языке означает нечто близкое к руку такое дыш в нашем голове наш разум воспринимал слова тор когда мы это порабощаем всевозможным наукам в мире всевозможным не важно каким даже кошерным ничего запретного это осквернение наших голов осквернение когда мы не дай бог отправляем детей в светские школы чтобы общее образование и нам не так важно что будет с их еврейством это катастрофа катастрофа в общем короче говоря когда мы видим пробуждение меры суда на Украине и в России и в Артисроэль когда мы видим такое тяжелейшее сожигание книг Торы которое было в Иерусалиме перед Пуревом надо пробудиться и понять как нам исправляться со самим как надо побеждать наших братьев которые обратили себя к Торе к Всевышнему а не к чему-то приходящему и в лучшем случае не абсолютно запрещенном это в лучшем случае всего хорошего субтитры Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...